Нормально выполнять свою работу управляющие компании или не могут или просто не хотят. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Георгия Димитрова, 37. Хозяйка 76-й квартиры. Инвалид второй группы очень рассчитывает, что коммунальщики решат проблему с отоплением. Половина батареи топит, половина не топит. Стена угловая комната у меня холодная. От стены холодно и от того, что плохо топит мне, я замерзаю. Я человек больной, второй группы инвалид. И сколько я не хожу, и сколько не хлопочу, мама говорит, это вы хозяева, вы должны менять сами. Я прошу нашего домоправления, чтобы они помогли, пошли навстречу и помогли нам прочистить, продуть эти батареи, чтобы грели они полностью все, чтобы тепло было. Я больной человек. Я прошу очень, помогите, вы не в состоянии менять или чего там делать. У нас нет на это денег. Улица Пугачевская, 8. Жильцы 50-й квартиры ждут, когда коммунальщики утеплят стену дома. Мы имеем трехкомнатную квартиру. Живем практически в одной комнате, потому что там теплее, здесь холодно. Температура в зимний период у нас 14-15 градусов. Выше не поднимается. Весь декабрь мы мерзли. В конце декабря месяца я написала письма управляющей компании ВАСКО, написала в жил инспекцию, написала в ЖЭО номер один. Перед этим нас обслуживала НПО энергия компании. И два года назад меня поставили на утепление стен. У нас обе комнаты, и та, и это угловые. И в самих стенах есть трещины. Нас поставили на очередь на 2012 год. Работа не произведена. Они сказали, будет в четвертом квартале, в четвертом квартале ничего. В декабре я обратилась опять в ЖЭО с просьбой как-то нам помочь. Или запенить стены. Ну что-то сделать невозможно весь декабрь. Вот этот угол у нас весь промерзший. Вот даже посмотрите. У нас обои, обои все черные. Вот я просто не могу сейчас отодвинуть. Мужчин нет у нас. Эту стенку. Они вот все черные. И они видели это, составили акт. Я просила все-таки нам утеплить эту стену. Они сказали, был представитель компании АСКО, он сказал, что теперь мы вам утеплить стены не можем, так как нужно согласие всех жильцов, что вам должны утеплить. Канатный переулок 8. Засоры канализации в доме происходят регулярно. Но если их коммунальщики с горем пополам прочищают, то подпу во втором подъезде затоплен нечистотами уже десятый месяц. Засоры прочищают, хоть со скандалами, но прочищают. А это даже и не пытаются решать никак эту проблему. Вот последний раз звонила, разговаривала с инженером. Вот, а она мне сказала, что причин, почему у вас вода, это все понятно, мы знаем. Это у вас из-за канализации. Я говорю, ну и что сделать надо? Делайте. Почему у нас? Потому что и запахи, и в квартирах, невозможно, как пахнет. Засоряется первый подъезд, там выбивает какую-то пробку, и все нечистоты идут сюда под дом, и они вот вытекают сюда. Инженер мне говорит, а у вас нет воды. Я говорю, ну как же нет воды? Постоянно вода вот здесь, в этом приемке. И сколько мы не обращались в нашу альтернативу уже усеян, бесполезно. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...